Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сам поселок Изборска основан в 862 году Крепость камней была построена в 1330 году А сейчас мы поем туда и посмотрим, как там и что Так, друзья, поднялись на самую высокую башню Изборской крепости Вход, кстати, стоит в Изборскую крепость 100 рублей для взрослого человека Для студентов, там пенсионеров 50 Так вот, смотрите, как отсюда появится потрясающий вид На озеро и на такие холмы Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В общем, друзья, спустились мы в тайный ход Тайный ход к воде, да, называется Такому вот коридору вниз Мне нужно пригибаться очень сильно, чтобы головой не зачерпнуть Так что, вот, прикольная тема В том году, когда мы были здесь Что-то мы не видели этого Так, друзья, только что посетили мы Замечательную крепость Изборскую Так вот, крепость, в принципе, крутая Полазить можно В тайный лаз спуститься На башню подняться Ну, она такая В разрушенном виде находится Но все равно Прикольно 100 рублей вход Поэтому, если будете мимо проезжать Заехать Вылазить Я второй раз уже здесь Поэтому Не, еще был третий раз в детстве Когда с классом нас вылазили На экскурсию Но я ничего не запомнил Ну, а сейчас, в принципе, еще куплюсь Ну, вот мы Вот обнаружили мы Дырку эту Тайну вылаза к воде С другой стороны стены Вот она Итак, дорогие мои телезрителища Мы находимся у славянских Славянских? У славянских источников Их здесь 12 штук И называется они 12 апостолов Да? Нет Они называются 12 Славянские источники Это источники 12 апостолов Славянские источники И источники 12 апостолов Да? Да Ага Находится в 25 километрах Метрах От Геродичинского озера Вот оно Там лебеди, кстати Плавают Что еще? А, вода обладает минеральными Минерализована Вода минерализована И какой-то праздник Очень радуется И какой-то праздник И ее освещают В общем, вот они Липецкий дюрет Превращается 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 Воды из славянских источников Воды из славянских источников Воды из славянских источников Играет wonder ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы находимся на территории Тровурова городища. Видимо, именно здесь Тровур основал Исборск и крепость. Но крепости сейчас ничего не осталось. Это памятник археологии 7-го, 14-х веков. Или 12-х, не помню, неважно. Так вот, очень старое что-то. И здесь археологические раскопки. Раскопали башню, крепостные стены. Но это все законсервировали. Это все по земле. Даже Вечевую площадь раскопали. И вот на этом мысу была крепость. Осталась вот церковь, земляной вал, там ворота и там ров с земляным валом остались. А так, это, походу дела, земляная балка. Собственно, вот так вот выглядели городские ворота Исборска. Ну, и вот то, что сейчас от них осталось. Так, вот вал. Троворов городища старого Исборска. А вот, собственно, ров. То, что от них осталось. Вот эта вот ложбинка такая. И там кладбище. Собственно, вот. На этом мы прощаемся с Исборском. Все очень круто погулять. Вообще кайфово здесь стать с палатками можно. Красивое городищенское озеро. Приезжайте сюда с ночевкой. Мы летом на реках, на потеплее. Обязательно приедем. И я об этом вам расскажу. Пока.